Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Да, мы, к сожалению, немножко сегодня в сокращенном формате. Как выяснилось, сегодня премьер-министр созывает срочное заседание в связи с коронавирусом. Известного центра, да. Да, ограничены по времени. Ну, начать бы хотелось недавно с той новости, которую вы назвали кошмаром, бесконечным кошмаром. Да, я говорю сейчас о системе Е-здоровье, я попыталась даже посмотреть, сколько лет мы ее уже реализовываем. И вот оказалось, что 13 лет 2007 года, когда практически мы за нее взялись, из экономического кризиса и также менялся и заказчик несколько раз. Потом ответственные за проект и функции внедрения этой системы были отданы Центру экономики здоровья. А вот с 2011 года проект перешел в ведение Национальной службы здравоохранения. Сейчас она его тоже ведет. И вот ровно два года назад, с января, было объявлено о всеобщем полноценном запуске этой системы. Что иными словами означает, что все бумажные листы, все рецепты в Латвии должны исчезнуть. И вместо них врачи, пациенты, клиенты. Все мы должны использовать электронную версию ЭВС. Но это случилось фактически, но не полностью, потому что до сих пор мы видим, как врачи сталкиваются с теми иными трудностями. Я видела, что и вам регулярно присылают, в том числе и в социальных сетях публикуют. Как вестниц система не работает, поэтому приходится работать на два фронта и вести бумажные дела. И пытаться еще заполнять все в электронном виде. Когда объявлять победный марш? Когда действительно поднимать флаги? И когда это все заработает так, как должно работать? Тут вопрос, какого цвета флаги? Белый или красочный? Проблема в том, что когда ЭВС либо однозначно абсолютно нужная вещь и удобная, должна быть удобной. Была запрограммирована, то каким-то образом получилось, что нужды пользователей в принципе не были учитаны. И заказчик в то время, значит, Министерство здравоохранения толком-то и свой заказ не оформила. В принципе, как одна сказка, там айзай тур на зайнкур, да. Сделать в принципе, что надо, а чего надо детально это описать и сказать. Не было, я думаю, в принципе, компетенции. И как-то вот не попросили экспертов помочь. Разработчик тоже очень формально к делу отнесся, но не умеет заказчик оформить свой заказ, ну и его проблемы. Мы тут вот просто настрогаем, чего получится. И так вот получилось, что этот сам фундамент айтишный, его создали такого неуклюжего, который в принципе всю эту систему нормальным образом поддерживать не может. И вот мы сталкиваемся, это как с хронической болезнью, что вылечить её невозможно, можно подлечить. А то, что пациента же, ну, потому не спешим, правда, человек же всё-таки… Вот и подлечиваем, да? Вот и подлечиваем. Тут, конечно, есть несколько сценариев более радикального и того, как сейчас продолжаем просто смотреть, чего можно починить. Но, конечно, айти-системы за 13 лет устарели однозначно. Это цикл жизни, там, пару лет, в принципе. И сейчас, что надо было бы делать, это третью так называемую очередь, она была проектирована 5 лет назад. И потому я, приступая в обязанности министра, сразу сказала, давайте сначала посмотрим, лучше остановимся сейчас и посмотрим, не устарело уже то, которое ещё не начато. И вот… Чтобы опять не было… Вот таких заморочек. Так что, вот так и разбираемся с этим. Я так понимаю, что, в принципе, в ноябре следующего года должна как бы… Полностью. Полностью. Как вы сейчас прогнозируете, когда это может быть в реальности? И есть несколько вариантов. Как я уже упомянула, один, который мы просто продолжаем вот чинить это, насколько это возможно починить. Но эксперты, конечно, говорят, что наиболее рациональный метод был бы застроить заново этот фундамент и переложить на него те модули, которые работают. Это R-рецепт. В принципе, R-рецепт работает. Работает, да. Там, за неисправности основной этой айтишной платформе, он вот даёт перебой. И если это невозможно, и тут включается регуляция, что это финансировалось с европейских фондов, и если мы что-то меняем, то большая возможность по ходу проекта, что нам приходится эти многие миллионы отдавать обратно Европейскому Союзу в зоне исполнения целей проекта. Ну вот сейчас у нас такая головоломка как бы, и как опять-таки не вкладывать деньги в мероприятия, которые, в принципе, обречено неудачей. Вот так, чтобы людям было понятно, что касается вот этой рецепты, это понятно. Вот если человек поступает в больницу, да, и он, допустим, ну не знаю, в Страдане, неважно, в университетскую клинику, там он раньше не был, не лечился, да. Какую базу данных вот в приёмном покое можно вообще на него собрать с помощью АВС-либа? Что-то можно вообще получить, если он там, у него нет никакой там истории в самой больнице? И что-то можно, есть возможность, ну, конечно, лекарства увидеть врачам, что есть и есть, и исключаю, есть не в полном объёме, но возможность доступа к исследованиям. А, то есть что-то можно. А, разумно, что-то можно. Это не, не часть, к сожалению, часть этого не на АВС-либа, это такое частное, где датами такая система, в которой можно посмотреть. Но в идеальном случае вот как раз надо было бы, что через АВС-либу врач видит диагнозы человека, чтобы и исследование, чтобы не надо тратить время на... Заодно какие-то заболевания или даже противопоказания, аллергии. То есть, в принципе, в идеале это всё должно было быть видно, да? Вы также сказали, что, ну, и сами мы тоже видим, что с горем пополам сейчас работает система, её приходится исправлять. Здесь два вопроса. Ответственные разработчики, кто может взять за это на себя ответственность. И второй вопрос по поводу финансирования. Вы же наверняка знаете эту чешскую историю о том, что местные программисты, как раз им предлагалось 16 миллионов евро за то, чтобы сделать портал для Министерства сообщения транспорта, у них это называется, да, чтобы люди могли покупать билеты. Они это сделали за два дня на безвозмездной основе. Неужели в нашей стране нет таких компетентных программистов, разработчиков, которые бы могли подчинить эту систему, чтобы она работала без всяких помех, действительно, 24 на 7? И так, в первую очередь, очень… Эстонские специалисты, можно обратиться. Консультировались и с эстонскими специалистами, но, как я уже говорила, если у вас этот фундамент дома застроен неправильно, вы его без сноса не почините. Кто теперь несёт ответственность за этот фундамент? Ну, кто? 13 лет назад это было, да. Тут всякого рода ответственность, и административные, и другого рода, есть это срок, по которому они истекают, да. Я понимаю, что слушатели и вообще жители Латвии могут беситься от этого, но факт таков, что эти проблемы были созданы более чем 10 лет назад, да. И можно, конечно, искать, ну, этих виноватых, но если у вас есть столько ресурсов, сколько есть, или это поправить, или начинать копаться в прошлом, то, конечно, мне кажется, что в первую очередь надо поправить. О том, есть ли в Латвии люди, которые могут запрограммировать нормальную ЭВСЛИБу, такого рода решение, как чешские коллеги говорят, запрограммировано или забесплатно. Это, конечно, сравнение социальных, ну, времени социальных сетей. Мы не знаем ни объёма этой даты, ну, базы данных, ничего. Консультируясь с нашими, ну, специалистами тут и с эстонцами, тут та система настолько сложна, и там настолько много требований по защите данных, что, очевидно, за два дня два человека это никаким образом не могут сделать. Я думаю, те, кто был в поликлинике и видели вот советские эти, вот, советские времённые истории болезни, поняли, что если это всё перенести в интернет, дали частично эти обследования, то это такое количество килобайтов, да? Ну, там, это очень важная, ну, вещь тут защита данных, да, потому что это самая сенситивная информация, конфиденциальная. Но что большая проблема? Те люди, которые это делают на высоком уровне профессионально, да, если им надо напротив и в министерстве, и в НВД тоже специалистов, которые могут с ними спарринг делать и смотреть, что они... Мы им просто заплатить не можем, да, потому что в рамках системы оплаты в госучреждениях, да, ну, чтобы понять, приведу пример, то, что мы можем IT-специалисту заплатить, это отличается в раза 3-4, чем в частном секторе, да. По поводу 8,5 миллионов, которые тоже выделены на дальнейшее развитие этой системы, здесь можно надеяться на полную отчетность, прозрачность, что в случае дальнейшей, может быть, неуспешной реализации системы, кто-то все-таки за это будет отвечать. И именно потому я все-таки решила не спешить реализации, потому что, мне кажется, если мы опять идем по той тропе, что мы не знаем, чего мы заказываем, мы не умеем этот заказ потом, ну, смотреть за ним, да, и требовать ответственности от разработчиков, то лучше, может быть, признать, что мы не способны это сделать. И вот именно эти закупки, да, спецификации при тех ресурсах, которые у нас есть, вот они идут медленно, но мой принцип лучше, пусть лучше медленнее, но зато все, мы можем отчитаться. Мы не способны, почему? Потому что, чтобы написать спецификацию, да, вот, как я уже упомянула, это надо ясно представлять, что мы хотим, и уметь ее написать. Это должен быть IT-человек в системе, да, НВД, который настолько квалифицирован, квалифицирован, что он может вербализовать этот заказ, да, и опять-таки, например, в вот этом Национальной Айвеселии бездельности вакансии найти специалистов, которые именно в ответе за Айвеселии было почти год, да. Сейчас нашли людей, придумали, как им более-менее можно заплатить, чтобы мы были более-менее квалифицированные партнеры для разработчиков. Да, вот так совпало, что как раз сегодня на заседании Кабинета Министра будет такое информационное сообщение о ходе реализации реформы здравоохранения, о проблемных вопросах. Вот нет такого у вас ощущения, что вы, ну, как бы, готовите эти реформы и так далее, и потом заранее уже понятно, что все это, ну, фактически будет упираться в финансы, в недостаточном финансировании. Я почитал это информационное сообщение, мы тоже там видим, какие потребности у Министерства здоровья, что в реальности мы видим, очень большая, как бы, дефицит, да, в финансах. Как вы это видите, насколько это возможно будет компенсировать, не знаю, в следующем году за счет вот введения вот этих обязательных платежей, несколько слов об этом. Обязательные платежи, они никаким образом бюджет для здравоохранения не спасут, потому что, если мы хотели бы добрать тех финансов, которых не хватает в системе, то нам надо было бы очень здорово повышать или устанавливать такие индивидуальные платежи, чтобы, что в нашей ситуации это невозможно, да, при том, что у нас достаточно высокое количество людей, которые не в самой хорошей финансовой ситуации, я считаю это аморальным повышать платежи на здравоохранение. А о реформах. Даже при нехватке финансирования есть вещи, которые мы обязаны делать, да, и это смотреть ревизию, каким образом обеспечиваются услуги в региональных больницах. И тут по инвентаризации, мы едем, смотрим каждую больницу, они говорят, у нас дежурит, например, хирург, гинеколог, да. Приезжаете, у него 5 ночных дежурств, он спит. Он спит. Я помню, вы прямо с трибуны парламента рассказывали. Вот это, к сожалению, это факт, да. Сами констатировали, да. Сами констатировали, просмотрели, насколько интенсивные эти дежурства, насколько много пациентов. И заключение, в принципе, однозначно. Гинекологическая помощь в том месте надо обеспечивать, но это надо делать амбулаторно, и незачем этого хирурга туда на 5 суток отсылать, потому что за 5 суток у него там пациентов-то и нисколько, да. Ночью ему нечего вообще делать, да. И, конечно, однозначно лучше эту помощь обеспечивать через НМДП, службу неотложной помощи, если у человека вот окут, ну, острое заболевание его, его отвозят в радиусе километров 70 в региональную больницу, обеспечивают помощь на то, что новизна, его и отвозят обратно, да. Потому что именно пути сообщения из региональных отдалённых мест – это большая проблема, и я понимаю, что люди волнуются, если мы делаем более концентрированные услуги в больницах, как они туда доберутся, как приедут обратно. Так что это обеспечивание транспорта и не медицинского, а просто, ну, как болт надо заключать. Назовы такси? Ну, если сказать, условное такси, да. Ну, в любом случае не будет так, что на улице останется человек. Никаким образом. И я думаю, это поможет нам убедить людей, что операции надо делать в региональных больницах и отказываться от этого в меньших больницах. Потому что ещё одно обстоятельство – качество. Если хирург не оперирует каждый день определённое количество пациентов, то его квалификация, конечно, тоже и под сомнением, да. И это, опять-таки, влечёт последствия для пациентов. По поводу ещё прав медиков хотелось бы у вас спросить. Выяснилось, я даже не знала, для меня это было удивлением. Допустим, что у некоторых государственных чиновников им предусмотрен полностью социальный пакет, в который входит и страховой полис. А у наших врачей, которые работают в государственных медицинских учреждениях, в том числе и в службе неотложной медицинской помощи, у них нет страховки. Всё, что им положено – это прививка от гриппа и возможные скидки в собственные больницы. А ежедневно они подвергаются риску заражения любых инфекционных острых заболеваний. Я знаю, что дежурство скорых – это иногда просто попытка выжить в ночную смену, потому что бывают разные случаи, и никакая страховка им не предусмотрена. В других странах не так. Этот вопрос можно решить? Ну, тут мы говорим о разных страховках, о страховках. Во-первых, так, для госчиновников нет такого обязательного пакета социальных благ, в которые обязательно входит страховой полис. Это зависит от учреждений, во-первых. Во-вторых, сейчас с НМПД с неотложной службой мы как раз решаем вопрос, как они могут более быстро получить доступ к тоже медицинским исследованиям в основном, если им по поводу здоровья этого надо. И НМПД есть определенный, ну, как бы, социальный такой спел. Пакет? Пакет благ – это, например, более ранее уход на пенсию. Да, но тут получилось, что из-за эффекта это получается немножко дефектом, потому что руководитель НМПП сама говорит, что получается, что люди просто уходят быстрее на пенсию, чем, в принципе, они бы могли работать. И нехватка кадров в результате. Да, потому что это заранее пенсионирование, на мой взгляд, это прошлое невозможность заплатить человеку нормальную зарплату сейчас, да, это такое, как, на мой взгляд, фактически попытка кинуть, да. Но если мы все-таки говорим о страховом полисе, допустим, я знаю, что некоторые врачи проводят достаточно много времени на ногах, они нуждаются в услугах физиотерапевта и вынуждены, допустим, его оплачивать также со своего счета. Ну, я точно знаю им самим, врачам, я не буду называть их болезни, с которыми они сталкиваются, просто рекомендовано, да, и они тратят на это свои деньги. Ну, основная часть населения в Латвии тратит свои деньги. У нас очень большие соплатежи. Да, соплатежи, и я не думаю, что правильная система тут вводить частное страхование, да, которое, в принципе, это страхует и только на Лидзмаксаймс, да. Оно, в принципе, если вам серьезное заболевание, это частное страхование, вам ничего и очень не помогает. Я все-таки считаю, что моя задача уладить государственную систему здравоохранения, чтобы вне зависимости от профессии человеку была доступна помощь тогда, когда надо. Но мы решаем доступ к услугам, первую часть сейчас с неотложной помощью. Может быть, поскольку вам нужно скоро уходить, как раз будет обсуждаться вопрос о готовности к коронавирусу. Что у вас тревожит вот в этой ситуации, не знаю, может быть, спецодежда для медиков, дополнительные аппараты, искусство вентиляции легких, потому что мы знаем, какие осложнения вызывают коронавирус, что вас беспокоит? Меня более беспокоит возможность паники в социальных сетях. Это мы уже наблюдали на днях. Наблюдали, потому что то, что отличается, например, от SARS, который был там 10 лет назад, да, что это ситуация распространения, она, ну, как бы делается более тревожной именно потому, что настолько быстро, и как вирус распространяется с огромной скоростью, так и всякого рода слухи распространяются. И если мы смотрим, посмотрели бы на распространение гриппа, простого гриппа по миру, да, то это было бы, ну, числа намного больше, и в том числе смертность намного серьезнее. Но я очень хорошо понимаю, что люди озабочены, потому что это что-то неизвестное. Хочу заверить, что Латвия полностью готова. Мы каждый день следим за ситуацией, собираются ответственные службы, и мы знаем алгоритм, что делать, если человек с симптомами, например, приезжает в Рижский аэропорт, что делать, если его замечают на международном этом самом Вилл-центре. В поезде? В поезде. То есть все уже, в принципе... Уже, в принципе, алгоритм есть, маски, специальные одежды в больницах есть. В лаборатории готовы, чтобы... В лаборатории готовы, но я очень надеюсь, что нам не придется ничего от этого испробовать. По поводу лекарств и медикаментов, вот недавно выяснилось, что у нас каждый пятый житель старше 65 лет и обязательно потребляет какое-нибудь лекарство на постоянной основе. По поводу доступности, мы лидируем у нас одни из самых высоких цен и в Европе, и из всех стран Балтии. По поводу доступности ценовой политики, недавно всеми рассматривалось, было предложение, эта позиция прозвучала по поводу снижения налоговой ставки, с 12 до 5 процентов было отклонено, поддерживаете ли вы это или нет, и о недоступности рецептурных и компенсируемых лекарств в аптеках, когда приходится старому человеку обходить, допустим, в своем ближайшем районе несколько аптек и нигде нельзя найти, потому что они выписываются, если мы говорим о компенсируемых, в количествах 200 экземпляров. Так, начнем со ставки налога. Я, в принципе, не поддерживаю уменьшение ПВН, в принципе, потому что, мне кажется, можно лучше взимать доходы и потом их более распределять для тех, кому больше нужно. Но мы сейчас работаем на очень трудные эти разговоры, дискуссии ведутся о пересматривании наценок на медикаменты. Наценки идут с двух сторон, для оптовиков и для аптек. И у нас вот такая ситуация, что в обоих этих концах наценки больше, чем у наших соседей. Если мы смотрим, что аптека должна быть доступна и место, в которое качественный фармацевтический уход доступен, то мне кажется, что уменьшать наценки со стороны аптек надо очень-очень внимательно. Но у нас вот оптовики задают тенденцию. Это одно, которое мы сейчас делаем. Второе, уже, я надеюсь, в ближайшие недели будет в кабинете министров рассматрена регулировка, когда оптовики должны онлайн-режиме показывать все, что делается у них с лекарствами. Потому что, к сожалению, есть такая тенденция, что оптовики дают лекарства своим аптекам, но не дают другим. Это тоже одна из причин, почему неравномерно распределено доступность лекарства. Также с 1 апреля обязательно именно по компенсированным медикаментам пациенту выдавать по цене дешевые медикаменты. Это значит, что это серьёзное давление на производителя и снижать цены на медикаменты, потому что это сейчас обязательно пока в рецепте выписывать не брендовое название лекарства, основное вещество. По нашим подсчётам это должно уменьшать цены в рубежах с 20 до 30 процентов и уменьшать кофинансирование пациента. Нам на этом надо вас отпускать. Единственное, спрошу вас, вы ни в одном из своих интервью недавних сказали, что в принципе любого министра здравоохранения в Латвии всегда просит уйти в отставку, вы к этому нормально относитесь. Как вы воспринимаете критику, свой адрес, какую критику воспринимаете? Тем более, что сейчас медики активно начинают собирать, продолжают собирать подпись за распуск 7. Так, то, что по поводу просьб демиссии, запросов демиссии или критики, я абсолютно понимаю то, что относится к моей работе, которое моё решение, да, например, и которое я какие-то вещи делаю или не делаю, которые зависят от меня, да. Например, если бы я не начала работу с пересмотрением регуляции информации и оставила это как есть, то это повод не только для критики, может быть, да и более жёстких решений. То, которые, те решения, которые касаются, как, например, бюджета, которые решения принимаются уже по принципу возможности консенсуса, где вовлечено всё правительство, да, и САИМ, то я, конечно, могу всякого рода и риторику, и акции делать, но это решается большинством, да. И вот те решения уже, мне кажется, ну, по этим решениям я принимаю критику, но мне кажется, что запрос демиссии тогда должен быть более общинный или всего правительства, потому что правительство решает про бюджет, да. Если бы я не принесла бюджетный проект, в котором предназначены те позиции, которые мне нужны, тогда это моя ответственность, я должна демиссионировать. Если что-то случается в институциях, которые в прямом моём подчинении, это моя ответственность, да. Так что, мне кажется, это такая... Недовольные медики, это не ваша ответственность? Ну, по поводу чему, если... Зарплата обещана. Зарплата, ну, как я уже говорила, зарплаты, они точным образом связаны бюджетом, бюджет связан с решением САИМа, да. Если бы была какая-то одна такая, один волшебный метод, как один министр может повлиять на решение коалиции с пяти партий, то я бы с удовольствием его бы хотела. Если можно добавить, была сейчас в Лондоне, ну, в Великобритании и посмотрели, как психическое... программа психического здоровья организуется, как они и свою Айвеслу реализуют и встречались с них, как бы, получается, парламентарный секретарь, там, баронесса Блэкфуда. И у них принял их парламент решение, что на здравоохранение в следующие пять лет отводится 34 миллиарда паундов дополнительно к уже ихнему бюджету, который около... ежегодный бюджет около 200 миллиардов. И мы спрашиваем, а как вы знаете, что вы эти деньги получите? Она говорит, ну как, это же закон принят. Мы говорим, а, ну у нас тоже был закон принят. Она говорит, я не понимаю вашего вопроса. У нас парламент принял закон о увеличении финансирования, и мы знаем, что это будет. Мы говорим, у нас тоже парламент принял закон, но у нас ничего такого не получилось. И тогда она сказала, да, но вы смотрите на конфигурацию правительства. Она говорит, у нас одна, ну, партийная, ну, правительство не коалиционное. Если мы решаем, и у нас абсолютное большинство в парламенте, мы можем это... Вы думаете, это политическая основа прежде всего, да, всему виной, что мы не можем договориться, допустим, о наших приоритетах. Потому что вам приходится договариваться о приоритетах с пяти очень разного... Разношерстными, да. Разношерстными. И плюс абсолютно исключена оппозиция, к сожалению. Да, спасибо большое. Это была министра здравоохранения Илза Винкела. Спасибо. 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 Спасибо.